всем доброго времени суток с вами канал артмания и сегодня мы с вами будем рисовать наконец-то рисовать мы давно с вами не рисовали уже вот картинку у вас сейчас выйдет на экране который мы будем рисовать не знаю получится ли у меня и сделать где-то сбоку или лучше будет конечно с вами и скачаете и рядышком с экраном откроете так нам будет удобнее мне кажется и вам и мне скачать ее можно будет в контакте у меня группы есть в контакте внизу будет на нее ссылочка вот там будет ролик и рядышком будет картинка который мы с вами будем рисовать и то есть фотографии вот это и фотография моей работы которая получилась вот давайте с вами приступим что нам понадобится бумага акварельная такая вот она то есть не ровненькая обыкновенная вода я ее уже приготовила тряпочку для кисточек вот сами кисточки это принципе я покажу потом дальше стерка и любимый карандаш это сказать просто карандаш но нет любимый сегодня мне будет наверное оранжевый такой вот сейчас я у себя открою эту картинку рисовать там будет у нас стена дверь сейчас мы с вами дверь нарисуем она у нас стоит ровненько себе сделаю сбоку давайте с вами приступим рисуем сначала вот он наш пол потом идет бордюрчик да кстати формат у меня маленький вот вы можете взять такой какой удобно вам если вам удобно большой берите большой просто у меня нету времени разрисовывать большой за буду рисовать на большом эту меня займет часов 10-15 вы не будете столько ждать рядышком еще один маленький бордюрчик нарисуем до конца вот так же их можно отмерить допустим так тут ненужные линии лучше сразу уберите чтобы потом вы не перепутали он 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну они могут быть в принципе немножечко неровные, это не обязательно, потому что все равно вы будете закрашивать, все равно вы где-то здесь перепутаете что-то, забудете, вот поэтому в принципе ничего страшного. Так, где-то здесь мы с вами будем рисовать дверцу. Так, где-то, наверное, тут будет дверца, тут как раз у нас будет цветок. Так. 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 Сразу сутрю. Так. И теперь мы делаем ее полукруглую. Еще не забываем, там наверху у нас есть какой-то, что там у нас, лампочка какая-то, фонарь, фонарь, где-то он еще идет посередине где-то, где-то он, вот тут, наверное, будет, даже вот тут он будет заканчиваться. Тут какая-то идет. Там его будет уже плохо видно, в принципе. Значит, у нас где-то дверь будет проходить вот тут вот. С одной стороны, с другой стороны. С другой стороны. Так. Так. Также там у нас есть бортики. Здесь у нас как раз получается. Так. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Еще такой маленький момент, когда вы рисуете, старайтесь немножечко, чтобы вас задевало на границе рисунка. Так будет гораздо лучше, если, допустим, вы будете стараться огромный толстый слой класть вот прям возле границы, и потом от границы будет у вас идти следующий цвет, то у вас получится как некая ступенька, то есть объем, потом маленькая полосочка, какого-то там непонятного есть, нет, ну скорее всего нету цвета, просто бумага, и потом следующий цвет. Это некрасиво, поэтому не бойтесь, старайтесь залезть немножечко, ничего страшного, мы будем все равно еще вот тут тоже дорисовывать, и тут, чтобы такого не было. Вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так. И переходим мы вместе с вами вот сюда. То есть наши цветочки. У меня есть вот такие два цвета. Они старенькие уже. Я их покупала, они уже были засохшие. Ну, я их реанимировала. И, в принципе, они сейчас посмотрим будут более-менее нормальные. У нас цветок идет в основном розовый, но немножечко есть фиолетовая. Там между, не знаю, это, наверное, может быть тень там или что-то такое. Поэтому я беру два. Пойдем это сюда. Это все отодвигаем. И приступаем. А, да, также я взяла круглую кисточку. Посмотрим дальше. Скорее всего это будет круглая. Вот. Если мне что-нибудь ей не понравится, я возьму другую кисточку. Я обязательно вам покажу, какую же я взяла. Вот. А это у нас тройка. Круглая тройка щетина. Вот. Я ее периодически смачиваю, кисточку. Не знаю, может быть вам это не настолько заметно. Но я смачиваю. Так, кстати, фонарь забыли нарисовать. Ну ладно, сейчас нарисуем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Примерно вот почти так же, не знаю у вас как получалось. Может быть немножечко по другому. Стена этого дома, конечно, хотелось бы чтобы это было все не матовое, а глянцевое, чтобы это все блестело. В принципе, я думаю можно постараться потом нанести здесь местами блесками, допустим лаком можно нанести или каким-нибудь аэрозолем или как он называется, который разбрызгивает, делает цветочки, будет очень хорошо смотреться. Так же не забываем ставим вот здесь свою подпись. У меня сейчас, наверное, подсохла, она уже подсохла, да. Я сейчас возьму свою любимую кисточку, которой я делаю подпись. Вот она моя любимая кисточка, тройка, беленькая такая, аккуратненькая. беру черную краску, ее смачиваю. Я обычно, знаете, вот так вот просто, оп, такая внутренняя. Я засовываю и все чуть-чуть отожмем. Вот и где-то так. Так же надо не забывать, что вы можете случайно, вернее, случайно, можете повесить, если у вас получится хорошо этот рисунок в рамку. то нужно вот оставлять по сантиметру, по два сантиметра. У нас учитель, учитель еще учил художки. Я раньше оставляла, сейчас перестала уже оставлять. Потому что их картин настолько у меня много. Их просто лежит кругом целыми пачками. Просто столько рамок не накопишься. Вот. Ну, там, допустим, где-то она, вот тут будет заканчиваться рамочка. Так, значит, мы ставим тут. Поскольку у меня фамилия Таппина, конечно же, я ставлю А с буковкой Т, А, Т, точка, вот, немножечко я потолще сделаем, вот так вот. И беру я еще белую красочку, сбоку немножечко вот тут вот беленьким, не знаю, видно вам, чуть-чуть, вот тут, чуть-чуть. Чтоб она казалась как натуральная, не просто. Вот. Я делаю по-разному свои подписи. Бывает такая, это самая простая, есть посложнее, где прописная буква А. Вот. Бывает, я код ставлю, но в основном не ставлю. В основном я сзади рисунка, скорее всего, напишу год, название, кто рисовал. Вот. Ну, обязательно дату, месяц, год, название. Я раньше очень любила сама придумывать своим картинам названия, какие-то такие нестандартные. Вот. Также по кулинарии я тоже очень люблю придумать разные названия. Ну, раньше любила, сейчас не всегда не особо. Вот. В принципе, наверное, у нас все. Сейчас смотрю, кувшин немножко получился. Все равно какой-то не такой. Кстати, когда еще нарисуете рисунок карандашом, есть очень хорошие такие моменты, допустим, чтобы увидеть сразу свои недочеты, можно подойти с этим рисунком к зеркалу. Через зеркало видны все недочеты. Это первый вариант. Второй вариант. Можно посмотреть через планшет или смартфон, включая камеру, сфотографировать или просто посмотреть. Через него тоже вроде бы якобы помогает. Вот. Но мы в художке всегда через зеркало ходили, походили и смотрели, искали все недочеты. А. И третий момент. Можно издалека ее, то есть поставить ее куда-нибудь на полочку, отойти метр на два-три. И посмотреть, приглядеться, что, как. Некоторые, по-моему, даже кверх ногами их переворачивают, картины ищут недочеты. То есть вот такие еще вам советы. Вот. Я уже, честно говоря, так не делаю, потому что у меня времени нету. Вот. Еще ходить ее смотреть. Я сразу раскрашиваю. А тут я уже просто докрашиваю. Если дверь не получилась, вот она так вот докрашиваю. Ну, вообще, конечно, надо часто рисовать. Как нам учитель говорил, набивать руку. Вот. Вот. Чтобы быть профессиональным художником. Чтобы уметь рисовать все. Абсолютно все, что захотите. Вот. Чтоб на этом начать зарабатывать, возможно. Чтоб свои картины продавать. Вот. В принципе, на сегодня это все. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии. Я очень люблю их читать. Я их оцениваю. Для меня это очень важно. Также подписывайтесь. Для меня тоже это еще важнее. Вот. Смотрите мои другие ролики. Есть там кулинария, лайфхаки, обзоры, обзоры из фикс прайса, обзоры на товары, на покупки обзоры. Также влоги, где мы с моим маленьким сыночком, как мы живем, как я его воспитываю, как мы гуляем. Мы очень много с ним путешествуем. Моему сыночку год и восемь. Вот. Ну, уже год и девять почти будет через пару дней. Вот. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok